Привет, я Вадим Субботин, Бритни Спирс Экономической Эстрады! Рубите фишки с Вадимом Субботиным! Привет, мальчишки и девчонки! Помните, о чём я вам рассказывал на прошлом уроке? Курсант, садись, два! В прошлый раз я говорил об акциях и какими они бывают! Обыкновенными и привилегированными! Но это всё было для молокососов! А сейчас начнётся инструктаж для настоящих бойцов! Врубайтесь! Акции они как войска в боевом построении делятся на эшелоны! Эшелонов всего три! Первый! Второй! Третий! Первый, так сказать, элитный эшелон входит в акции самых крупных компаний! С громким именем, солидной репутацией и стабильными финансовыми показателями! Из тех, что сидят на трупе или роют недра нашей необъятной Родины! Это наши тяжеловесы! И монополисты! Газпром! Сбербанк! Лукойл! Норильский Никель! Сургутнефтегаз! Сибнефть! Ростелеком! Компания, претендующая на вход в первый эшелон, должна иметь еще и открытую финансовую отчетность, соответствующую мировым стандартам и проверенную солидными аудиторами. Дивидендные выплаты, то есть проценты по их акциям, тоже должны быть стабильны! Заметьте, я сказал стабильны, а не высоки! А это, как говорят в Одессе, две большие разницы! Акции первого эшелона называют еще голубые фишки! Но лично я не очень люблю это название! Слишком много ассоциаций! Это название пришло из игры в покер, где голубые фишки имеют самую большую стоимость. Так вот, основная характеристика акций первого эшелона – это высокая ликвидность. Ликвидность – это способность акций быть быстро проданными на рынке с минимальными потерями для продавца. Если совсем просто, акций голубых фишек на рынке очень много! Это ходовой товар, типа хлеба и молока. А стало быть, очень много желающих их купить или продать. На голубые фишки приходится основной оборот на российском рынке акций – от 80 до 90% всех сделок купли-продажи. Поэтому можно сказать, что голубые фишки делают погоду на рынке. То есть, если цены на них растут, то они обычно тянут за собой цены остальных акций. За первым эшелоном, как вы уже догадались, идет второй – серые фишки. Вторым эшелоном называются компании средней руки. Ну, типа АвтоВАЗа, МГТС, Седьмого континента, Банка Москвы и другие. Если голубых фишек на российском рынке не наберется на два десятка, то серые фишки очень многочисленны. Состав второго эшелона неоднороден. К нему относят как стабильные компании, близкие к голубым фишкам, так и всевозможных аутсайдеров, близких к третьему эшелону. Получается, что второй эшелон – это как средний класс. Туда можно засунуть и зажиточных топ-менеджеров, и всякий офисный планктон. На кредитных маздах и в фордах фокусах. Серые фишки менее ликвидны. То есть сделок по ним происходит немного. Если по голубым фишкам в минуту осуществляется несколько сотен сделок, то у самых ликвидных акций второго эшелона несколько сделок в час, а иногда и в день. Из-за низкой ликвидности колебания цены на акции второго эшелона гораздо сильнее, чем у голубых фишек. В общем, вкладывать в них вроде не очень интересно и рискованно. Но тут есть одно небольшое «но». Вернее, большое. Да просто огромное «но». Цена акций второго эшелона может вырасти за какую-то неделю на 20, 50 и даже 100%. Врубаетесь. Почему это происходит? Потому что серые фишки берут, как правило, крупные покупатели оптовыми партиями. Зачем? Ну, например, какому-нибудь сталелитейному предприятию понадобилось наладить процесс поставки сырья. И оно покупает крупный пакет акций горнодобывающей компании. А потом просто диктует свои условия на правах крупного акционера. Есть на этот товар и еще один купец. Это крупные инвестиционные фонды, играющие на рынке на большие, очень большие деньги. Эти богатенькие ребята ежегодно делают ревизию своих инвестиционных портфелей. То есть всех имеющихся у них бумаг. Если они видят, что голубые фишки сильно подорожали, а второй эшелон запаздывает, пацанчики закупаются по-крупному. Как правило, после такой оптовой закупки, недооцененные акции взлетают процентов на 10-20. Так что если наверняка знать, когда на рынок придут крупные покупатели в поисках дешевых акций второго эшелона, врубаетесь, знал бы парикум, жил бы в Сочи. Но как говорится, кто высоко летает, тот больно падает. Например, после аварии на шахте Распадской, ее акции рухнули аж на 25%. А если бы у Газпрома что-нибудь взорвалось, то акции может и вовсе бы не упали. Ну или максимум процента на 3-5. Врубаетесь. Так что, как говорится, кто пьет шампанское, тот рискует. Ну или что-то в этом духе. Итак, мои финансовые бойцы, что же такое 3-й эшелон? Это новички фондовой биржи, которые только-только начали торговаться на рынке. К бумагам 3-го эшелона, например, относят акции таких предприятий, как Ковровский механический завод, Ишталь, Магадан Электросеть и мой любимчик Корейский Акатош и прочее. Всех их объединяет одно. Акции начали торговаться на открытом рынке недавно. Они обладают как самыми лучшими, так и худшими качествами бумаг 2-го эшелона. Сделок по ним совершается очень мало. Купить их непросто, а продать еще труднее. Обычно для того, чтобы слить эти бумаги по приемлемой цене, нужно выжидать не один день, а может даже и не один месяц. То есть, говоря на языке профессионалов, ликвидность их совсем-совсем низкая. Зато риски огромные. Тут как при игре в рулетку. Можно потерять все, но можно и сорвать настоящий джекпот. Эти бумаги непредсказуемы как женщины. Они могут ждать своих покупателей годами. А могут возникнуть из ниоткуда. Подорожать минимум вдвое всего за полгода. А иногда даже стать голубыми. Фишки. Акции третьего эшелона покупают в основном профессиональные игроки. Покупают, просчитав все возможные сценарии. И взвесив все за и против. Если вы детально не изучили матчасть, ввязываться в эту игру я вам не советую. Если вы, конечно, не адреналиновый маньяк или любитель поставить все на заро. Если вы не профи, это все равно, что играть вслепую. Потому что часто информация о выпустивших их компаниях отсутствует вовсе. Владельцы и менеджмент попросту не предоставляют данных о своей деятельности. Не публикуют финансовую отчетность. Не сообщают о важных событиях. И их можно понять. Боятся. Как узнают все. Как кучерява ты живешь. Придут все отбирать. Мало их на хлебников. Частных и государственных. Но нам, инвесторам, от этого не легче. Мы ведь не знаем ни размера их доли на рынке. Ни планов развития. Ни даже имен собственников. Ничего. Но на этом прелести не заканчиваются. Даже если инвестор находит источник информации об интересующем его предприятии. То никто не гарантирует, что эта информация будет достоверной. Данные могут оказаться фальшивкой. Либо просто субъективной оценкой аналитикой. Нередко на основании одних и тех же данных два разных аналитика делают противоположные выводы. Ох уж эти аналитики. Иной раз лучше к гадалке сходить. Иногда владельцы крупного пакета акций компании третьего эшелона искусственно завышают цены. Раскручивая их с помощью пиара. Зачем? Да чтобы продать все в три раза дороже какому-нибудь лоху и махнуть загорать на багамы. Вырубаетесь. И напоследок еще один сюрприз. Если 95% акций компании владеет один акционер, а это в третьем эшелоне случается, то он имеет право выставить обязательную оферту акционерам. И вам придется продать ему акции по невыгодной цене. Владельцы компании могут также внезапно решить выпустить на рынок дополнительную партию акций. А вот по закону рынка, если товара становится больше, то цена на него сразу же падает. Врубайтесь. Вот такие они загадочные эти акции третьего эшелона. В общем, как говорится, думайте сами, решайте сами. Куда вкладывать ваши денежки? Здесь я вам не советчик. Все зависит от ваших личных предпочтений, насущных нужд, склада характера, знака зодиака, настроения. Да мало ли от чего. Как говорится, кому арбуз, а кому свиной хрящик. Или кому шампанское с водкой и все на зеро, а кому-то кефир, теплый сортир и спокойная жизнь стареющего рантье. Не знаете, что такое рантье? Спросите Яндекс, а мне пора прощаться. Но имейте в виду, в следующий раз я проверю, как вы усвоили материал. А теперь уволим. Разойдись! С вами был я, Вадим Субботин. Новый биржевой мессия. Рубите фишки с Вадимом Субботиным.